Всем привет! Сейчас мы поговорим о будущем обновлении. Нам, в принципе, уже анонсировали обновление, которое будет в этот четверг на наших серверах, на американских и на русских серверах. Но я еще расскажу о тех обновлениях, которые были прошлый четверг на американских, китайских и японских серверах. Там немножко они зашли дальше. Дальше посмотрим, насколько это совпадается. Так же, как с китайским у меня не особо. То есть, в принципе, это частично догадки будут. Что нам анонсировали? Новые уровни мастера логового босса. В принципе, можно подумать, что это будет продолжение обычного босса, но, судя по китайскому серверу, там просто добавили другого босса. Дальше, что пишут? Добавлены новые уровни мастера логового босса. Уровень персонажа. Снаряжение дракона выпадает в уровнях мастера логового босса. То есть, в принципе, прочитав это, можно понимать, что добавят просто дополнительного босса или дополнительных боссов, которые будут свыше 240 в зависимости от мощности или какого-то уровня прокачки, я так понимаю. Что добавили на китайском сервере? В принципе, буду прилаживать скрины дополнительно и объяснять. То есть, на китайском сервере добавили отдельного босса. То есть, даже новая вкладка есть босс. Не знаю, это тот босс, который нам анонсировали или нет. В принципе, там он серверный, там идет рейтинг урона по боссу, да. То бишь, каждый... Ну, то есть, там изначально он первого уровня и он слабый. Если вы его убиваете всем сервером, он становится сильнее, 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 поднимается уровень, всего 400 уровней у него. Награда выдается за нанесенный урон после каждого убийства босса. Если в течение 72 часов весь сервер не осилил убийство босса, уровень босса снижается на 1, то есть ниже. То есть, например, он был там 150, в течение 3 дней вы не смогли сбить ему 100% хп, ваш рейтинг аннулируется. Никто награду не получает, а босс теряет уровень. Если же вы его убили в течение 72 часов, то бишь 3 дней, то новый босс появляется... Всем выдается награда, да, то есть, смотря по нанесенному урону. И новый босс появляется через 24 часа после убийства старого. То есть, 24 часа его не будет. Вот, что еще там? Да, награда золото, пламенные камни и наборы трансформации. Не знаю, набор будет по одной трансформе, как бы, вот, да, вот, трансформация. Не знаю, по одной единице, либо же по 4 сразу. Ну, там за первое место 10, как видите, я скрины, опять же таки, да, я сейчас рассказываю так, а дальше буду монтировать и подобавляю скринов, чтобы было более-менее понятно. Вот, что еще, кроме этого босса, добавят, улучшат трансформу, да. То есть, вот эта вот трансформа, которая есть там, ну, у многих есть, да, трансформация. Ее немножко изменят и улучшат. Изменят в чем? В том, что добавят 3 активных скилла дополнительно каждому. Я не знаю, будут ли они одновременно видны, или же это будут скиллы, которые можно выбирать. Один из 4, то есть, будет 4 активных. То есть, первый скил, вот этот, который основной, он останется основным. Это вход в трансформацию. А вот этот вот второй, также там добавится еще 3 дополнительных. Это очень круто. Я с нетерпением жду увидеть, какие именно там параметры у каждого из персонажа, у воина, у мага, у пыря. Потому что, как мне кажется, там должен быть какой-то баланс. То бишь, я надеюсь, что какой-то контроль добавят у пырю. Что-то немного по дома у вару. Я не знаю, ну, в принципе, там очень много есть интересных замуток, которые можно реализовать. Кроме этого, вот эти вот 4 активных скилла будут иметь 3 пассивки, которые будут переключаться. То бишь, вы можете, опять же таки, это как догадка, то, что мне рассказывали. Вы можете выбрать, какая из пассивок будет работать. То есть, там может быть плюс процент к прочности, или плюс процент к атаке, или плюс процент к хп, например. Или там плюс к урону. Я не знаю. То есть, в принципе, с нетерпением мы ждем те вот параметры посмотреть, что именно будет переключаться. Или же это будет прокачиваться. Ну, как мне объяснили китайцы, я на ломаном китайском пробовал с ними общаться. То это именно переключаемая пассивка у каждого скилла. То есть, 4 скилла, вот. И у них переключаемые есть пассивки. Также на 3 новых скилла будут нужны другие книги. То есть, если здесь вот на повышение нужна вот такая вот книга, книга навыка трансформации, то на 2, 3, 4 скилл книга навыка нужна быть, должна быть, ну там, нужна другая. Ее специальное изменение для дополнительного доната, как обычно. Вот. Так что, вот примерно все то, что вот планируется. Да, я не знаю, опять же, я надеюсь, что это все нам добавят завтра. То есть, это вот новый босс, который с наградой. Трансформацию, скиллы трансформации. Вот. Это вот мое такое видение. То, что я надеюсь, нам добавят в скором времени. А завтра утром мы посмотрим, что добавят нам и уже более, как бы, более лучше разберемся. Все-таки по-нашему будет написано, не по-китайски. Я вам честно говорю, это очень тяжело. Переводишь онлайн и это, ну, жуть. Пытаешься с ними общаться на ломаном английском, они ничего не понимают. Ну, и я не понимаю, соответственно, ихнего. Вот. А завтра мы сверимся. Я опять-таки сниму видео уже по факту обновления. И уже скажу, что добавили нам и как оно работает. Будем надеяться, что добавят все то, что я перечислил сейчас. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok